В природе все цветет, а для аллергиков начались очередные весенние страдания. Трудно наслаждаться теплой, прекрасной погодой, когда ты начинаешь переживать все симптомы аллергической реакции. В мире количество людей с аллергией стремительно растет. Конаково занимает одно из первых мест в легочной патологии. Очень много случаев бронхиальной астмы. Причиной развития этого заболевания, по словам специалистов, является изменение климата, питания и даже стрессы. Тяжесть заболевания зависит от концентрации пыльцы в воздухе. Концентрация пыльцы в воздухе, она не постоянна. Максимальная концентрация наблюдается в утренние часы. И когда погода ветренняя и солнечная, поэтому сразу прошу заметить, что люди, страдающие полинозом, время прогулок – это вечернее и после дождя. В мае, когда цветение наиболее активно, нужно полностью отказаться от употребления фруктов и тех продуктов, которые могли бы вызвать аллергическую реакцию, такие как мед или персики-абрикосы. В первые месяцы лета, когда цветут злаки и луговые травы, рекомендуется исключить из рациона каши, кроме гречневой, хлеб и мед. В августе-сентябре необходимо воздерживаться от употребления меда, подсолнечника и продуктов из него. Но если вы заметили первые симптомы аллергии, стоит обратиться к специалисту. В клинике работает штатный врач-аллерголог, который оказывает действенную помощь. Есть препараты. Эти препараты дорогостоящие, но больным, у которых установлен диагноз, мы их выписываем, как вы видели, бесплатно. И те, кто получает эти препараты систематически, несколько лет не знают, что такое полиноз и не знают, что такое приступы бронхиальной астмы. Как показывает практика, многие жители пренебрегают походом к врачу, а чаще советуются с родными, друзьями и коллегами по работе. Иногда путают аллергию с простудными заболеваниями. А результаты самолечения могут только ухудшить положение больного.